следующий проект у нас стартап по названию кар-центр фаундер николай они занимаются как marketplace для доставки заказа автозапчасти подробнее николай сам расскажет николай пожалуйста презентацию сделай презентацию шер экрана сделали вижу и представьтесь и начните презентацию спасибо спасибо дельшот за приглашение что пригласили поучаствовать в этом мероприятии позвольте выполнить свой пич меня зовут николай твердо хлебов я один из основателей проекта кар центр вот небольшое уточнение сделаю это все-таки не marketplace мы просто компания диджитал компания точнее да в чем вообще идея всего нашего проекта в том что мы совершенно того не ожидая нащупали основную проблему по которой не нет в мире компании которые бы торговали запчастями онлайн в розницу успешно таких проектов но просто не существует есть какие-то местечковые магазины вот может быть там они даже делать неплохой оборот но в целом по-настоящему больших историй в этом рынке нет хотя если взять оптовых поставщиков то таких историй ну предостаточно и в снг в целом в мире вот и мы начали разбираться в чем в чем причина сначала просто начали продавать запчасти и постепенно мы пришли к пониманию того что основная проблема продажи запчастей это то что клиенты ищут конкретную запчасть им не нужен какой-то там широкий ассортимент вот им нужен нужна конкретная запчасть которая позволит им дальше эксплуатировать свой автомобиль так как они делали это до поломки например вот либо им нужен точный аналог никакие вариации здесь недопустимы и вот эта точность она накладывает существенное ограничение потому что все компании вынуждены привлекать специалистов операторов продавцов которые способны определить для каждого клиента какая конкретно запчасти ему подойдет вот проект родился наше из такой скажем это из боли да самостоятельно пытался найти некоторые запчасти на свой автомобиль потратил гигантскую уйму времени на это все дело и просто приходишь вот у нас в казахстане это собственно как и в россии это рынки по которым ты ходишь от бутика к бутику переваливаешься через прилавка говоришь у вас есть такая запчасть есть такая запчасть есть такая запчасть вот и чаще всего ответ слышишь нет и убиваешь на это гигантское количество времени поэтому подумали почему бы не сделать для людей очень удобный сервис где можно было бы быстро приобрести нужную им запчасть и начали на и начали над этим работать оттуда собственно и родился вот наш проект card center называемого запчасти в твоем кармане по сути это мобильное приложение которое решает несколько проблем первое мы катастрофически экономим время клиентов вот просто пример клиент обращающийся к нам повторно уже ну то есть уже нам доверяющий находясь у подъемника где его машину подняли и продиагностировали он оставил заявку и через четыре минуты он уже оплатил заказ то есть это время мы сокращаем не там не на 10 процентов на 20 то есть если представить что он поехал на рынок это бы у него заняло несколько часов возможно может быть час всего один вот мы за четыре минуты ему продали и но там в какое-то время доставили прямо из того без его участия эту запчасть и он был счастлив вот среднем же мы наш целевой показатель мы подбираем за часть 15 минут сейчас поскольку мы все равно вынуждены пользоваться услугами операторов вот но про это чуть позже расскажу потом есть еще ряд таких уже второстепенных задач которые мы решаем именно для клиентов это безопасность то что мы работаем исключительно с запчастями езжающими через таможни получающими все сертификаты от проверенных производителей поставщиков вот и не работаем абсолютно не работаем так называемым серыми и черными схемами коих достаточно полно вот по крайней мере на рынке казахстана вот поэтому мы защищаем наших клиентов от покупки недоброкачественных запчастей вот и третий момент это он в некотором смысле связан с первым самостоятельно можно было бы оформлять запчасти онлайн как например вы покупаете iphone онлайн выбираете цвет который вам нравится там объем памяти достаточно понятные параметры автомобиль эта штука непростая сам по себе продукт запчасти настолько непростая что просто разместите онлайн на полках автозапчасти которых в каждом автомобиле там наберется с тысячу вот неподготовленный клиент не найдет необходимую ему запчасть это собственно и основная причина почему у оптовых поставщиков получается продавать онлайн успешно потому что их клиенты это подготовленные пользователи способны разбираться в автомобилях понимать какие запчасти нужны вот потому что они поставляют для магазинов специализированных для ста и прочих вот а для ритейла для розницы для неподготовленного пользователя задача подбора нужной запчасти это очень сложный процесс и мы собственно взялись его решать создали сервис по сути видим свое развитие сейчас два этапа первый этап мы просто расширяем возможности операторов и существенно ускоряем их работу за счет применения современных там цифровых технологий это crm-систему мы собственно пилим которая работает и позволяет работать именно запчастями существенно повышаем скорость поиска запчастей существенно снижаем нагрузку на операторов в той части где они взаимодействуют с клиентами то есть все все общение все коммуникации происходит через интерфейс по понятным сценариям по понятным алгоритмом вот и для клиента мы доносим определенные от ясность и менеджер не тратит время там даже пять минут на разговоры зачастую новый статус новая какая-то ситуация которая нужно обсудить с клиентом осуществляется в один клик ну просто один клик и информация донесена до клиента тем самым оператор может выполнять больше работ вторым этапом мы видим что мы будем замещать работу операторов частично или даже в каких-то вопросах полностью то есть мы уже работаем там с машинным обучением и готовим алгоритмы для предварительного сначала для предварительного подбора автозапчастей которые наши операторы будут потом верифицировать это тоже сильно ускорит их работу а в перспективе в зависимости от того какие результаты будут показывать алгоритмы мы будем в принципе заменять операторов и делать продажи на большом потоке вот что важно сказать ну у нас команда вот основателей это три человека есть тимирлан джин сугуров он собственно является разработчиком и внедряют все что на голову приходит и вот мы вдвоем я и сергей сергей это мой брат сергей инвестирует нашу компанию а я занимаюсь управлением всеми делами становлением всех процессов и всего прочего вот про рынок да стоит поговорить рынок почему мы вообще пришли сюда рынок очень большой а мы искали очень большой хочется построить очень большую интересную компанию вот и один из рынка из действительно крупных рынков это рынок автозапчастей вот мировой рынок это 500 миллиард 500 триллионов миллиард миллиардов до 500 миллиардов долларов вот из них на снг приходится 30 миллиардов долларов основная часть конечно это россия 20 миллиардов долларов занимает вот при этом сейчас особенно условиях там пандемии вот в казахстане люди очень активно начали покупать и онлайн и по оценкам местных маркетинговых агентств до 30 процентов людей спокойно совершают покупки онлайн мы рассчитываем что мы тоже можем довести показатель до на уровне 30 процентов это означает что на территории снг мы можем рассчитывать на рынок объемом примерно 9 миллиардов долларов это годовой годовой рынок да при этом если мы поставим себе цель достичь например 5 процентов онлайн рынка снг это составит 450 миллионов долларов выручки которые мы рассчитываем достичь там через четыре года вот при этом стоит понимать объем в штуках да на территории снг зарегистрировано примерно 80 миллионов автомобилей фактически они все являются нашими клиентами той или иной степени вот поехали дальше следующий слайд на мы составили финмодель постарались учесть в ней в том числе и развитие нашей автоматизации и ну то что у нас будут расти чеки будут снижаться издержки за счет роста объемов вот мы учли что нам нужен достаточно большой штат операторов вот и получилось что получилось то что получилось вот не знаю что здесь что здесь добавить да в целом компания показывает существенные убытки первые годы работы это вот 200 тысяч долларов первый год работы и примерно 70 тысяч долларов это второй год работы примерно такой такой убыток вот но тем не менее на третий четвертый год работы мы должны уже показывать все существенные прибыли за счет увеличения роста продаж и за счет увеличения автоматизации вот но если коротко взглянуть на этот слайд да то есть ряд и ряд игроков есть просто онлайн рынки есть marketplace и все таких их пытаются делать есть традиционные онлайн магазины и есть ну как бы официальные продавцы запчастей вот в целом по сравнению с каждым отдельно мы показываем либо большую безопасность и возможность работы через интернет либо нас проще использовать и через нас быстрее покупать вот если сравнивать там с различными видами продажи которые сейчас практикуются на рынке вот это наши конкуренты в рынке на рынке астаны вот наверное вам не очень интересно будет это посмотреть примерно так в конце что добавлю мы работаем мы начали проект в декабре девятнадцатого года с 1 февраля мы запустили уже наше в приложение до этого мы ряд гипотез проводили на телефонах в веб-чатах и мессенджерах и всякое такое достигли определенных показателей то есть мы покупаем мы точно уже знаем что мы покупаем клиента за 8 долларов того клиента который нам платит мы покупаем за 8 долларов при этом каждый заказ нам приносит 9 долларов мы с каждого мы с первого заказа уже прибыльные если смотреть на юнит экономику целом каждый клиент который нам заплатил приносит 34 доллара выручки но если посмотреть на life time value каждый заказ нам приносит 34 доллара выручки если посмотреть на life time value вот за эти четыре четыре месяца до что мы отработали то в среднем пользователь нам приносит 72 доллара что говорит о том что каждый кто нам заплатил возвращается к нам за повторной покупкой сейчас вот это такая такая вот юнит экономика собственно как мы разговаривали во время перерыва чего мы ищем мы ищем сейчас инвестора который готов на нас поверить который готов нам дать деньги на развитие потому что собственные наши деньги плавно подходит к концу вот на этом все спасибо большое за внимание с удовольствием отвечу на вопросы если есть какие то спасибо большое николай за очень интересный проект скажите пожалуйста на тот слайд верните пожалуйста который по астане у вас сейчас вот конкуренты а это конкуренты да это у них функциональность такая же как у вас или другая нет с такой функциональностью как у нас в принципе ну нет конкурентов хорошо есть есть компания в уральске авто все они сделали что-то похожее они сделали приложение и также это за приложением стоит одна только компания которая продает запчасти и но они его сделали в форме чата не знаю куда ты будет развиваться но вот в уральске уральск это город на западе там есть такое вот что если говорить про то что здесь это понятно значит бизнес-модель вот вопрос у меня по бизнес-модели у вас своего склада нет правильно я понял действительно нет своего склада нет это слишком накладно не понятно с кем вы работаете из поставщиков сколько у вас там по партнеров у нас 16 партнеров вот четыре физически имеют склад в городе все остальные имеют пункты выдачи и доставки вот то есть если посмотреть на их склады это ну просто этом гигантский я понял а теперь вопрос вы сказали что вы не marketplace мы не марки окей хорошо вот теперь смотрите я потенциальный потребитель я иду в автосервис я говорю у меня там что-то барахлит инженер он говорит окей тебе нужно купить условно да там на свечу вам или карбюратор надо купить я иду на ваш сайт или он идет на сайт и предлагает вот здесь можно купить или здесь сейчас больше взаимоотношения я понял вопрос спасибо сейчас преимущественно мы работаем с владельцем машины вот для с то мы еще не продумали не сценарий не механики но даже в существующей механике для пользу для автовладельцев пытаются все-таки войти с то и вот 33 с то уже на регулярной основе покупают у нас запчасти то есть сами мастера не желая выполнять вот этот достаточно непростой процесс подбора записей оставляют нам заявки мы их перерабатываем и осуществляем продажу мастерам запчастей смотрите вопрос вот карбюратор нужен да например не знаю какую-то запчасть нужно я как владелец автомобиля захожу на ваш сайт я говорю окей вот это вот это есть у вас на сайте стоит что это есть потому что вы взяли эти данные от ваших партнеров поставщиков правильно верно а насколько у вас построено взаимоотношение чтобы онлайн апдейт было именно наличие в стойке того или иного запчасти то или иной запчасти это все происходит в онлайн то есть они все ваши поставщики они учет ведут живой учет ведут до своего и они дают получать доступ своему интерфейс да да мы получаем по api все остатки на их складах вот а если есть поставщик у него нету например своего учета да тогда что с ним не работает мы с такими поставщиками не взаимодействуем или взаимодействуем очень редко есть вот компания из санкт-петербурга с которой мы так взаимодействуем но просто потому что они показывают очень ответственно себя ведут и достаточно быстро отвечают вот с рядом же компании которые не готовы с нами работать по api по цифровым каналам но мы просто не работаем и все сейчас хорошо теперь получается я нашел выбрал транзакция происходит взаимоотношения чтобы платить я на вашем сайте оплачиваю вам на ваш расчет на счет все верно все верно и вы потом даете заказ тому вашему поставщику а кто берет на себя отправку логистик кто берет логистик логистику тоже мы выполняем вот вот эту финальную часть от оптового склада до потребителя вот этот микро путь это тоже наша ответственность микро путь это если в одной стране а если с другой стороны поставщик у вас там не знаю в россии любом я понимаю ваш вопрос да даже если у нас поставщики в россии покупая запчасти у них они гарантируют что они доставляют или до нашего офиса или до пункта выдачи в нашем городе или в любом другом городе вот то есть это эту логистику они выполняют то есть это логистическая компания там не знаю почта или другая она уже берет по заказу поставщика она отправляет на указанный адрес да да вот я могу на примере рассказать допустим у нас есть вот ну из санкт-петербурга у нас достаточно много поставщиков и они здесь держат офис и одного человека кто занимается приемкой груза и оформлением документов вот мы через api видим что на их складах в санкт-петербурге лежит например запчасть на тот карбюратор о котором мы с вами говорили мы размещаем этот заказ у них в течение шести дней они этот заказ упаковывают отправляют в аэропорт он самолетом летит сюда здесь их человек принимает у себя на складе садится ну там по документам все это дело и привозят нам вот этот процесс занимает 6 дней следующий этап здесь вот тоже мы уже осуществляем свою микрологистику доставляем до клиента туда куда ему нужно если вы говорите про удаленные склады что касается тех тех компаний которые здесь куда имеют но просто наш логист выезжают забирает запчасти и везет следующий вопрос я правильно понял вас сейчас только сайт работает мобильного апа вас нет еще у нас прогрессив веб-аппликейшн это кросс-платформенная история вот мы без проблем ставимся на android ios работаем онлайне с одного понятно и вы сказали что у вас по монетизации модель монетизации у вас фиксированная стоимость да там я не помню 8 10 15 долларов вы сказали она зависит от например карбюратор есть который по 10 долларов да есть который по 1000 долларов за у нас сумма меняется да да меняется у нас гиперболическая зависимость ну то есть чем дешевле запчасти мы больше наша наценка в процентах но там в тенге мы продаем в тенге она меньше понятно то есть наша наценка на дешевые запчасти высокая на дорогие запчасти она все ниже и ниже потому что по сути мы никаких издержек и рисков не несем по логистике и по всем прочим еще один из последних вопросов моих да сколько вы потратили деньги сколько нужно и на что собирается потратить эти деньги мы потратили примерно 10 тысяч долларов вот на что мы их потратили мы потратили на рекламу порядка трех тысяч долларов вот там но офис у нас очень маленький там можно не считать остальное это все фонд оплаты труда вот потратили еще раз 10 тысяч долларов и потратили вы там говорили про 200 тысяч да мы говорили про 200 про 200 тысяч это то что мы убыточные будем по итогам года вот примерно на эту сумму но это ваши расходы да это расходы из финмодели все верно там нет никого я могу снова вернуть это некий финансовый план что набирая объем продаж вот который мы мы планируем реализовать после инвестиций да после того как закончится финансовый год мы получим вот двести семьдесят пять тысяч долларов выручки из них двести пятнадцать тысяч долларов мы потратим на закупку товара пятьдесят пять тысяч долларов мы потратим на это то что у нас останется да и двести шестьдесят пять тысяч долларов это наши 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 Будут наши расходы. На сегодняшний день у нас не очень большие расходы. Почему? Во-первых, потому что в нашу идею поверили. И у меня несколько человек работают без зарплаты абсолютно. Я вас понял. Николай, вы сказали, что у вас на закупку товара. То есть обязательства перед поставщиком, перед его запчастью несете вы, получается? Перед клиентом несем обязательства мы. Но вы это обязательство несете после того, как вы получили деньги от владельца автомобиля. Все верно. Вы получаете от него деньги, и потом вы не заключаете, не знаю, там по онлайну, и говорите, окей, выпускаем, мы эти деньги оплатим. Потому что у вас тут есть гарантия, что деньги поступили. Правильно я понимаю? Да. Отлично. И на что собираетесь потратить? Сколько нужны деньги и на что собираетесь потратить? Ну, основной расход у нас здесь вот видно, если вот в финмодель это взглянуть, у нас практически все время основной расход это маркетинг и зарплата операторов. У нас есть идея по разработке, но нам не нужна там гигантская команда разработчиков. Собственно, административный офис, он тоже не такой большой. Он будет только разрастаться вместе с операторами, когда нам придется строить, ну, команду управления всем этим процессом. Вот. По сути же, у нас история 100% она связана с маркетинговой войной, потому что там никакой там супертехнологии. Даже когда мы внедрим машинное обучение во все это дело, и мы будем там отрабатывать большой поток в автоматическом режиме, даже в этот момент нашу модель будет достаточно легко скопировать. Вот. И в этом плане мы не защищены. Поэтому у нас, ну, сразу предусмотрено, что будет большой бюджет расход именно в маркетинг. Ну, и, собственно, переработка этого большого потока заявок, она требует вовлечения команды операторов, которые способны ее перерабатывать, осуществлять продажи. Понятно. Так, вы не сказали, сколько денег нужно? Я посчитал, что на 4 года для того, чтобы нам выйти в плюс, нужно 560 тысяч долларов. Это наши расходы. Скорее всего, я ошибся. Это на 4 года? Это на 4 года, да. Но если говорить про сегодняшнюю стадию, я примерно думаю, что мы где-то пресид, вот так, не еще не сид, но пресид в этой стадии. Я думаю, что вот наш месячный квартальный расход, это 75 тысяч долларов, это на 3 месяца. Мы можем, в принципе, с инвесторами договориться о том, что вот, пожалуйста, закрываем квартал, за это мы отдаем 10% компании, вот, и хорошо бы еще экспертизу нам принесли в e-commerce или в онлайн-продуктах, кто может делать, если бы наш инвестор был, так было бы хорошо. Вот. И дальше по итогам 3 месяцев смотрим, достигли ли мы там целевых показателей, там, объемом продаж, там, выпущенных каких-то софтин. Вот. Если да, окей, мы проводим уже сид-раунд и поднимаем деньги на… Да. Понятно, понятно. Спасибо большое, у меня вопросов нету. Абраморбейк, у вас есть вопросы? Звук не включили. Да. Абраморбейк на связи вы, нет? Нет, он, наверное, уже задул. Абраморбейк говорит, но микрофон стоит перечеркнутый. А, извините, извините, я микрофон не включил. Абраморбейк, он является представителем, там, группы инвесторов, скажем так, да, по экспертизе, поэтому у него есть вопросы. Пожалуйста, Абраморбейк. Да, с удовольствием отвечу. Абраморбейк, здравствуйте. Я повторюсь. Второй раз уже. Я вот, я сам финансист, поэтому мне очень интересно вот посмотреть на ваш Profit and Loss Report. Давайте берем третий год, да? Третий год вы ставьте маржин 32%, что означает, давайте, скажем, 7,30, 20 делим на 15. Давайте я, маркап я хочу сделать, чтобы легче было понимать, да? Вот когда маркап, мне хорошо понятно, вот, например, 47% маркап, то есть наценка идет. Это означает, что вы покупаете товары за 100, я не знаю, деньги, и будете продавать 147 тенге, да? Вам не кажется ли это слишком большая наценка? Все зависит от запчасти. Вот сейчас у нас средняя наценка 29%, вот, она из чего формируется? Она в основном формируется... Не наценка здесь, здесь маржин, да? Наценка это маркап. Чтобы это посчитать, вам надо берить на кокос, да? Cost of goods sold. Чтобы маркап посчитать, вам надо вот... Cross profit, вы должны берить на... На этот, я правильно понимаю? На cost of goods sold. Знаете, вы оперируете терминами, которые, ну, которых я не понимаю, вот, на английском языке, вот, поэтому мне... Нет, просто на английском написать, поэтому на наценка я говорил. Ага. Ну, смотрите, да, вот, gross margin, у нас он из чего складывается? Из того, что вот, ну, мы закупили, ну, в смысле, мы продали товар, вот, выручку в конце третьего года, обещаем показать 22 миллиона долларов, да? Вот. При этом наш расход на закупку товара и его логистику составляет вот 15 миллионов 431 тысячи долларов. Получается, gross margin 32%. Вот. Теперь вопрос, в чем заключается? В том... Вы меня теряете, да, Николай? Еще раз? Что-то это теряете вы. И связь, голос пропадает? Может быть, может быть, да. Николай, вот здесь, вы можете мне сказать, вот, на 100 сумм, вот, вы берете запчет за 100 сумм, и сколько вы наценки будете ставить? Процентов скажите, просто здесь... На 100 сумм, если я не ошибаюсь в курсе, то на 100 сумм мы примерно поставим сверху 100 сумм, вот. Но если мы будем говорить, например, про миллион сумм, то здесь мы поставим сверху всего 12%. То есть, у вас есть какая-то формула? То есть, у вас есть какая-то формула, например, если запчасть стоит 100 долларов, вы какую-то маржинальную ставите. Если у вас запчасть там 1000 долларов, вы другую маржинальную ставите, там, какую-то... Все верно. А там, естественно, есть лимиты, правильно? Минимальные, максимальные есть лимиты. Да, да, есть минимальные. Максимум мы ставим 100% на закупочную цену, минимум это 12%. Между ними такая кривая, гиперболическая, вот, которая определяет стоимость. Вот, но если говорить про стоимость 100 долларов, то на 100 долларов маржинальная, ну, в смысле, вот на наценку она будет где-то в районе 20%. При этом стоит понимать, что в основном запчасти идут, ну, стоимость, ну, вот как средний чек на 34 доллара. Вот, вот, на 34 доллара наценка, если посмотреть, она составляет там где-то, ну, 40, наверное, процентов. Но в величинах, не на 100, не на 100, на 30 долларов, на 30 долларов наценка будет составлять, ну, вот те самые 29%, скорее всего. Вот, и в процентах это может быть большая стоимость, но если говорить про реальные величины, то это получается в тенге, ну, порядка там 3000 тенге. Вот, в суммах, ну, я не скажу, но можно посмотреть, да? Да, а, Николай, у вас, я правильно понимаю, что вот эта маржинальность, она в себя включает и логистику? Вот, и сдержки, и сдержки в том числе включают и логистику, да. Нет, клиент, клиент, он оплачивает вам единую сумму там, неважно, так далее, в эту цену стоимость входит и логистика тоже. Да, все по ней. Да, костал будет написано, все включает в себя. Только вот я, вот как финансист, я знаю, какие проценты ставить, какие продукты, например, у запчастей, у годности, например, да, как у продуктов питания, поэтому там ставится наценка такая большая. Здесь мы говорим на русском наценка, но там gross margin написано. Margin, это означает, вот если вы там 32 показываете margin, наценке это 44% будет, если посчитать. Поэтому я говорю, я рекомендую еще раз посмотреть, вот именно вот margin, это очень серьезно влияет на ваш нет профит, да. Поэтому, почему, вот, например, будучи владелцем машиной, я должен покупать у вас, не у UTM, например, да, и еще у вас дороже 32%, ну, если 32% больше, да, дороже. Да, спасибо, это очень хороший вопрос. Я постараюсь сейчас пояснить. Дело в том, что оптовые компании, здесь не идет увеличение стоимости для конечного потребителя. Дело в том, что оптовые компании, работая с нами, они заинтересованы в больших продажах и стимулируют эти большие продажи снижением, ну, в общем, дополнительными скидками. Сейчас на старте мы вошли как просто компания, ну, как оптовый покупатель ко всем нашим поставщикам, но мы показываем достаточно низкий уровень, достаточно низкие обороты, скажем так. Ну, то есть мы закупаем небольшое количество товаров у всех наших поставщиков, вот, поэтому мы имеем сейчас скидку 7% от розничной цены, от условно розничной цены, вот, как и большинство продавцов. По мере роста объема продаж наша скидка может быть увеличена до 35%, вот, то есть мы будем получать дополнительную маржу не за счет того, что мы будем увеличивать стоимость для наших клиентов, вот, а за счет того, что мы от поставщиков будем получать дополнительные скидки за объем товара, который мы покупаем. И вот если видите, то на первый год мы получаем, ну, там, 19%, да, то к третьему году 32% — это эти проценты мы получим не из-за того, что клиенты наши станут покупать запчасти дороже, а из-за того, что мы, наши закупочные цены существенно снизятся, почти в 5 раз. И при этом вы не хотите у себя склад иметь, а при этом вы хотите хранить все запчасти у поставщиков, да? Ну, да, нам, видите, рынок этот очень разнообразный, я еще раз повторюсь, продукт очень сложный, и чтобы быстро отвечать клиентам со своего склада, нужно иметь гигантских размеров склад. Вот мы сейчас, у нас в городе 4 склада, да, у нас в городе вот 4 оптовых склада, это гигантские вот логистические центры, в которых там бешеные потолки, вот ряды просто этих запчастей, и даже на них не всегда можно найти запчасти в наличии. Вот, если мы будем с этим заморачиваться, это будет наш, ну, скажем, минус наш, вот, первое. Второе, это потребует просто колоссальных капиталовложений. Это понятно, само собой, да. Так, бошка совалью, маврорды, если бы других вопросов нет, тогда закончим, потому что у нас еще другая есть. Да, Николай, большое спасибо, мы записали, мы поделимся с нужными людьми, и это самое, дадим обратную связь. Спасибо вам большое за выступление, за ваш проект. Спасибо большое, что выслушали, задали интересные вопросы, я вам очень признателен. Да, удачи вам, спасибо, будем на связи. Хорошего дня, до свидания.